Уходящий год запомнился чередой скандалов в социальной сфере. Продолжилась тярба по делу новострой, а к ней прибавился запланированный снос еще одной многоэтажки в юбилейном. Итоги социальных неприятностей и происшествий в нашем следующем сюжете. За свое жилье жители Волжского района решили бороться не на словах, а на кулаках. Скандал в юбилейном разгорелся из-за этого таунхауса. Владельцы коттеджи решили, здесь не место многоэтажному дому. Подали в суд и выиграли. Таунхаус постановили снести. Заложниками правосудия теперь являются 20 семей. Мы прекрасно понимаем, что существует решение суда. Но и прекрасно понимаем, если будет найден юридический процесс решения этого вопроса, и он будет упираться в договоренность с теми местами, которые сегодня, мы, конечно, готовы встречаться и договариваться с этими людьми, предлагать им пути решения совместно с теми застройщиками и с ответчиками, с гражданами, которые проживают в этом доме. Уже несколько инстанций согласовали снос дома, но жители еще надеются найти другой выход. В юбилейном это уже второй крупный жилищный скандал. Два года тянется тяжба по делу новостроя. Десятиэтажки мешали полетам. За это время наказание понес только один из бывших руководителей компании, обманувший две сотни человек. Два года условно назначили Владимиру Зимину, ранее возглавлявшему новострой. Общий вред, который был установлен судом, превысил 180 миллионов рублей. Это вред, который причинен гражданам и организациям от реализации жилых и нежилых помещений в данных домах. Буквально месяц назад дольщики новостроя наконец дождались светлой полосы. Росавиация разработала новый план полетов и заявила, что дома можно вводить в эксплуатацию. Запомнился уходящий год не только социальными скандалами, но и состраданием, на которое способны жители области. Летом в Саратов начали приезжать организованные группы беженцев из Украины. Чиновники, бизнесмены и простые жители региона помогали им обустроиться в чужой стране. Обеспечивали жильем, едой и предметами первой необходимости. После регистрации наши люди получат первую материальную помощь до 3000 рублей. Это через город Саратов. И папы с мамами, имеющих детей до 14 лет, один из родителей, которые работают, тоже получают материальную поддержку. Под конец года нерадостным событием для жителей региона стал рост цен на продукты питания. В среднем на 10-15% подорожало мясо, хлеб, яйца и некоторые крупы. Причем прогнозы специалистов не радуют. После Нового года цены на ряд товаров могут вырасти еще процентов на 10.